Дорожное движение Дорожное движение Дорожное движение Дорожное движение Дорожное движение Разряжается быстро, работает плохо Но обидно не из-за денег, говорит Елена Ее сочувствие оказалось инструментом В руках любительницы наживы Особенно легко на обман ведутся пожилые люди Продавцы поддельных лекарств Выманивают у пенсионеров огромные деньги Вот этот пластырь у нас, берется пластырь, прикладывается туда вот этот волшебный мешочек, как я понимаю, и вклеится на дно подошвы, ну на ноги. На подошву, да. И он очищает организм от всей грязной крови. Марина занимается волонтерской деятельностью. На ее попечении несколько пожилых людей. Говорит, от продавцов волшебных пилюль просто нет отбоя, а после приема таких снадобий уже приходилось вызывать скорую помощь. Слава Богу, что мне удается вас спасти и вовремя направить в больницу. Но может же быть хуже, может наступить инсульт, может его вообще парализовать, ходячего человека. Красивые упаковки, красочные буклеты, обещания вечной молодости. Пожилые люди легко верят и отдают незнакомцам последние деньги. Ни в коем случае нельзя верить первому встречному, особенно тому, кто обещает излечить от всех болезней. У нас много медицинских учреждений. Вы можете сейчас выбрать любого врача, любое медицинское учреждение, любую больницу, для того, чтобы получить качественную, действительно качественную медицинскую помощь. Врачи категорически запрещают покупать лекарства без назначения специалистов. А родственников и близких призывают быть более внимательными к старшему поколению. Большая просьба к детям, к родственникам. Если у вас есть в семье пожилой человек, не оставляйте его без внимания. Может быть часто они верят другим, потому что мы им не уделяем внимания. Все-таки надо общими силами победить это зло, которое называется аферисты, особенно аферисты в медицине. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.